всем-всем здрасте утро у меня варю кашу вот такая каша доброе утро наконец открыла то я дождусь что и срок пройдет а тут как раз до января 22 года до единственно надо варить немного круп я тут у тут у и все потом потом гляну а срок проходит хорошо посмотрела вот такая каша овсяные пшеничные ячменные шорные и ржаные хлопья на стакан воды полстакана хлопья вот я сегодня так решила позавтракать это уже завтрак не аристократа это завтрак это мой завтрак можно сказать завтрак сельчанина так я уже выпила кружечку навара завара или как вечером заварила шиповник у меня стоит и добавляю ой это надо все с рук валится как всегда вот это у меня имбирь сушеный я когда-то просушила и ему можно хранить хоть сколько вот бутылочки закручиваю специально такую бутылочку купила завариваю в термосочек и пью такой у меня маленький термос специально на столе чтоб стоял потому что он лежа протекает с дефектов и теперь у меня только для дома сейчас вот кашки поедим и будем дальше жить какая наша жизнь пенсионерская кашка постелька в окно поглядеть ну и что не приготовить я вчера пекла бисквит и маленькие и не показала что-то ничего настроение не было настроение нет я уже не делаю вот два небольших бисквитика спекла запаковала здесь на балконе хорошо им холодно не надо в холодильник класть боюсь там напитается не дай бог еще коль запаха а здесь хорошо им два небольших они разрезаны ничего просто спекла и вынесла на всякий случай на балконе холодно но цветочки не замерзли вода не замерзла в бутылке но я эти не буду заносить буду все равно я их в зиму не буду хранить да не уже почти цвели чуть держать на градусники минус 3 здесь у меня на лоджии а на улице вот такая картина такая панорамка это у нас время время полдесятого утра встала в девять но и уснула хорошо но во всяком случае не позже часа вот не посмотрела во сколько но не позже часа вот так вот снежок кто-то там разгреб малей возле гаражей разгребли люди сосед мой там греб думали трактор придет и захватит ага аж два трактора он какой-то прошел и трактель что да или это автобус шел какой-то колею сделал он не думали что от них отгребут он мне говорит ягод ты чё так отгребаешь как как курица как говорится от себя а дальше ну силу то нет конечно но я так пошутила он гадок трактор придет и все вот так захватит а мы хотят гаража отгребем от гребли прямо трактор тут у нас город не чистят а то еще он будет по закоулкам по спальным районам ходить а вот солнце конечно там так это ярко вроде где-то там старается светить но еще по зимнему по зимнему так тускло в глаз бьет такой снежок кто-то ходил даже с собаками на на гуляют вот такая панорама с моего балкончика снега много это хорошо для растений на даче у кого дачи зима зия зима ну крестьяне конечно не торжествует на дровнях не обновляет путь нету дровень есть только машины трактора у нас ничего не чистят без конца в фейсбуке там пишут нам дадут трактора нам дадут машина на ржд даст он даст и никто не дает только все в будущем времени пишет нам тот обещал нам тот обещал уйдут привыкли попрошайничать как нищие но почему не сделать чтобы вот у нас организации чистый город это значит нот который убирает город так называется и когда был начальник хороший он умер у нас в 90-е года даже и разговору не было мили визе возле нашего дома мили там где дом в деревяшка был вообще я так удивилась мам чуть они метут до год убирают а сейчас вышла с лоджии холодно хотя и накрылась все равно а вот эти цветочки я заношу на ночь суда хочу чтоб еще маленько поцвели под пальмочку поставлю их и стоит на табуреточки немножко им свет нужен конечно и потом попозже вынесу туда на балкончик тут темновато конечно для них тоже не комнатные цветы садовые жалко что это цветут поэтому хочу чтоб еще поцвели ну вот я вот про этих вот уборщиков города как попрошайки но свое надо иметь чтобы было всегда ресурс этот хотя бы на какой-то месяц где-то деньги взять и нанять и работать как всегда сказки мы же сказочники все думаем что вот так надо вот так надо так не бывает угол для больших растений конечно уже надо сменить эту бы по цветочнику на блеск весь уже 11 лет ему почему-то отшелушивается краска ну как всегда все китайская пусть постоит в общем возмущайся не возмущайся кто там у руля им виднее что делать чистить нас или не чистить или сам снега осядет да и все и не надо никаких трат хризантем и стоят они пахнут так запах такой у них такие вот хризантемки вот так внутри пальчик не маленькие я считаю что это не маленькие моя красавица цветонос что ли выбросила что-то не знаю ну наверное корни то вот они это цветонос только отцвела вот геранька красивая но так быстро осыпается вазалия молодец цветет на этот раз вот она уже старенькая и уже 12 лет надо вот это все обрезать обновлять чтобы у меня первый куст свел до года два наверно очень хорошо полностью листьев не было видно так было в цветах я тогда не снимала все тряпки свои на балконе а это тут чему-то вот гортензия листья пропадают на и срезают или что не знаю про нее ничего захерели мои фиалки их надо было пересаживать а я как-то листья оборвала и у меня есть на рассаду я потом все заменю заменю потом еще у меня это фиалочка начала спускаться ну не тут не климат я знаю что им тут нет мы но что сделаешь как есть так есть уже цветает не успеть расцвести уже все да что-то надо делать с декабристом чуть не то и тут угол тут угол тут дамское счастье института но очень разрослось и тесно надо было тоже пересаживать как говорится все знаю но ничего не делаю все знаю но ничего не делаю этого тоже все листья без конца падают что-то не понять тела верхние начинают расти нижние падают новые листика внизу потом опадет пожелтеет больной наверно надо тоже делать сейчас маслица отрежем накладем кашицы и поедим как жидковатая включила немножечко чтобы подсохла на дне сегодня буду уборкой заниматься чтобы занять себя чем-нибудь да и каждый день одно по другое плита вон какая надо с плитой заниматься сушила немножко такая вот кашка каши размазни я люблю я рассыпчатый не особо люблю аж размазня хорошо сейчас поехал завтракаю вот такая получилось поближе покажу вам вообще и пшеничная и ржаная и пшеничная и овсяная всякие тут хлопья надо всякую кушать просто говорят что хлопья вроде бы не очень полезные чем-то не обрабатываются ну да они же полуготовые три минуты кипятишь 4 настаиваешь напариваешь и все ладно буду кушать и есть правильно говорить есть от кушать это значит попробовать а если обедать то есть это я утренняя визиономия вкусно хотел вам показать что я не выбросила в туалет а съедаю ну я люблю подсахарить сейчас еще чайок вкусно ничего я раз такое ем из пяти злаков главное полезное когда полезное тогда сердце спокойно 10 часов завтракаю фирма этой каши у велка у велка или велкам чеки не велкам можно по сахарить или медом полить густая кашу да я вот деревенский завтрак здоровый завтрак всем всем привет от пенсионерки пенсионерский день начался